Всем привет дорогие друзья! Большое спасибо за столь пристальное внимание к моим роликам по вселенной Сабнатика. Настало время сдержать обещание и выпустить лоровое видео посвященное Альтере. Что это за корпорация? Кто в ней работает? Какое место она занимает в мире игры? Все это вы узнаете, посмотрев до конца это видео. Будет нереально интересно и содержательно. Запасайтесь вкусняшками, устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. Начнем с того, что жизнь людей будущего уже давно преодолела масштабы одной планеты. Люди поселились в планетарных системах по всей галактике, а может быть даже и в нескольких. В какой именно галактике происходит действие игры непонятно. Так как так называемого рукава Ариадны, к которому совершала экспедицию Аврора, в Млечном Пути нет, да и в других реально обнаруженных и найденных на данный момент галактиках тоже. Скорее всего, рукав Ариадны не более чем сюжетная выдумка. Тем не менее, идем дальше. В связи с вышеупомянутой массовой колонизацией космоса, такое понятие как государство для отдельно взятой планеты уже потеряла свою актуальность. Ему на замену пришел новый термин под названием трансгосударство. Это совокупность планет, либо же их отдельно взятых территорий, объединенные едиными законами, органами управления, властью и общественными интересами. И как раз именно одним из таких трансгосударств является Альтерра. Однако трансгосударством она стала не сразу. И, наверное, именно сейчас будет правильным рассказать про начальный этап эпохи космических колонизаций и становления корпорации. Начальный этап покорения космоса не обошелся без инцидентов. Перед образованием системы трансгосударства имели место войны. Государства развязывали целые звездные баталии между собой, борясь за новые системы и их территории. На тот момент Альтерра являлась лишь огромной компанией, поставляющей технологии, в том числе военные для всех враждующих сторон, сохраняя при этом беспристрастность и соблюдая нейтралитет. В связи с постоянно растущими заказами росла и необходимость в рабочей силе. В этом компании помог огромный поток военных беженцев, которые и заняли рабочие места в обмен на кров и безопасность. И таким вот образом, не без помощи военных конфликтов третьих сторон, Альтерра наращивала мощь и постепенно разрослась до уровня трансгосударства. К слову говоря, конец военных конфликтов был также положен не без участия Альтерры, когда последнее пригрозило прекратить поставки жизненно необходимой техники и оборудования враждующим сторонам. Именно в этот момент был подписан так называемый устав – свод законов и правил для трансгосударств, которые они были обязаны соблюдать. Контролировать его соблюдение вызвалась так называемая ТСФ – Транссистемная Федерация, являющаяся подобием военной полиции. Третьей стороной – одинаково относящаяся ко всем трансгосударствам и финансируемая за их счет. Теперь я надеюсь, вы представляете, какая ситуация сложилась в далеком будущем одной далекой-далекой галактики. Теперь мне бы очень хотелось рассказать о деятельности корпорации. Первые упоминания о Бальтерре датируются серединой 22-го столетия, где она позиционировала себя как производитель оборонных технологий. К этапу космической колонизации к защитным технологиям добавились еще и технологии военные. За счет чего корпорация обрела стремительные темпы развития и разрослась до уровня трансгосударства, заимев собственную инфраструктуру и систему власти. Однако, помимо военных технологий, Альтерра также известна как передовой поставщик космических технологий, производя гигантских размеров космические корабли и оснащая отдаленные участки галактики фазовыми вратами, способными переносить целые эскадрильи на миллиарды световых лет. В общем и целом, Альтерра стала ведущим лидером во всем, что касается освоения новых территорий далекого космоса. Не гнушается корпорация и изучением технологий пришельцев наряду с бактериологическими изысканиями. Однако об этой темной стороне Альтерры я расскажу несколько дальше. Если кто-то еще не знает, то Альтерра состоит из двух слов латинского языка. Allos – чужеродный и Terra – земля. Таким образом, Альтерра можно перевести как чужая земля. Согласитесь, название как нельзя лучше подходит для корпорации, занимающейся освоением космоса. Скажу больше, Альтерра является не только монополистом в пределах своих владений, но и передовым поставщиком оборудования за своими пределами на территории других трансгосударств. Именно поэтому даже за 3-9 планет можно встретить космолет с логотипом компании. Спектр производимых устройств в корпорации чрезвычайно огромен и заслуживает отдельного упоминания. По сути, практически все оборудование, встреченное нами за игру, является творением корпорации, начиная инструментами и заканчивая монструозными космическими кораблями. При этом все они заточены под определенные цели и задачи, которыми в первую очередь являются выживание в инопланетной среде, адаптация к меняющимся условиям, возможность исследования окружающего мира, а также компактность, мобильность и эффективность. Посудите сами, Альтерра – корпорация, сколотившая триллионы кредитов на освоении неизведанных миров. И, естественно, она делает это мастерски. Тот же сканер анализирует строение веществ как органической, так и неорганической природы на атомном уровне. Строитель запрограммирован производить многоцелевые комнаты, эффективные как под водой, так и в космическом вакууме. КПК осуществляет мониторинг витальных функций, содержит технологию распознавания символов и просто неограниченное количество научно-полезной информации. Техника Альтерры – вообще целый вид искусства. Спасательные капсулы продуманы до мелочей и оснащены предметами первой необходимости. Мотылек прост в изготовлении и является отличным транспортным средством для подводных исследований. Ну а костюм Краб – это просто что-то с чем-то. Отличный экзоскелет, пригодный как для строительных, так и для защитных работ. Циклоп представляет собой целую передвижную базу, нацеленную на длительные экспедиции. А Аврора – шедевр инженерной мысли, выводящий исследования космоса на новый уровень. Что же касается оружия, то здесь у Альтерры достаточно двойственные взгляды. После инцидента на так называемом Абраксис Прайм, оружие находится под строгим контролем и не входит в стандартный набор рабочих групп и исследовательских экспедиций. Однако сама корпорация является активным производителем военных технологий и оружия в частности, предоставляя их другим трансгосударствам и транссистемной федерации в частности. Таким образом, оружие Вальтери имеет место быть только за пределами территории корпорации. Единственное исключение из подобного рода правил – нож. Тем не менее, не все так сладко, как может показаться на первый взгляд. По крайней мере для сотрудников, которые на эту корпорацию работают, по сути являясь ее жителями. Альтерра – классический пример корпораций зла в лучших традициях научной фантастики и киберпанка. И я сейчас не шучу. Как и в любых других корпорациях, главным показателем здесь является прибыль. Если ты способен принести прибыль, значит все хорошо, считай ты родился под счастливой звездой и тебе место в руководящей среде. А может быть даже и в совете директоров, если прям очень сильно повезет. Но вот если ты не преуспел в плане бизнеса, то быть тебе вечным уборщиком, носильщиком или прочим обслуживающим персоналом. При этом тебя могут запросто уволить, сместить или вообще сослать на задворки космоса, так как ценность отдельно взятого индивида для Альтерры равна чуть больше, чем просто нулю. Для Альтерры сотрудники являются не более, чем простыми шестеренками в рамках огромного и постоянно разрастающегося механизма, нацеленного только на одну функцию – получение прибыли. Даже в совет директоров ты сможешь попасть только тогда, когда создашь прибыльную компанию, способную сместить конкурента. Девиз корпорации – получай то, что заслуживаешь. А все блага, предоставляемые сотрудникам в виде рабочего оборудования, жилых комнат, продовольствия, являются собственностью Альтерры, за порчу которой придется заплатить огромный штраф. Райли Робинсон не даст соврать. Интересен тот факт, что в лоре игры есть упоминание трансгосударства, чьи ценности и манера правления диаметрально противоположны корпорации, отчего Альтерра считает его своим первоочередным конкурентом. Речь идет о монголианцах. Их государство, подобно альтерианскому, зародилось в конце эпохи космических войн, созданное из брошенных колоний на окраинах послевоенного космоса, монголианское государство сумело отстоять свою независимость и право на существование. А ее быстрые темпы развития стали внушающей уважение силой. Они проповедуют равенство, общность, а также главенство личности и торжество индивидуальности. Там, где Альтерра видит рабочую силу, монголианцы видят людей. Там, где корпорация видит возможность прибыли, независимые штаты видят потенциал развития. Альтерра верят в технологии, монголианцы верят в религию. Для Альтерры отдельный человек лишь винтик в системе, для монголианцев целая личность. Об этом и многом другом можно узнать из записи разговора монголианского эмиссара Джучи Хасара с экипажем Авроры. Пропавший экипаж Дегази, к слову говоря, также был родом из монголианских штатов. Ровным счетом, как и телохранитель судна Маргарет Мейда. Теперь позвольте мне окончательно объяснить, почему я считаю Альтерру не просто передовым трансгосударством, но и корпорацией зла. Как вы уже поняли, Альтерра – это огромный механизм. Гигантских размеров машина, для которой человек – лишь винтик, а главными ее деталями являются компании. Их сотни, если не тысячи. Но особенно хочется отметить отдел под названием Альтерра Ксена Ресерч, который занимается изучением технологии пришельцев. Именно данная цель послужила причиной повторной экспедиции Альтерры на планету 4546b. Ровным счетом, как и особо опасная бактерия Хара, заполучить которую, если не главное, то весьма значимая цель корпорации. И вот что она планирует с ней делать дальше – очень большой вопрос. Будут ли эти знания использованы в благих целях, либо же наоборот послужат силой к покорению всей галактики, сказать не могу. Ибо имею очень много сомнений касаемо бескорыстности корпорации, особенно когда соблазн монополизировать весь рынок будет слишком велик. И да, из-за крушения Авроры Альтерра не переживала. А вот за акции, которые понизились вслед за этим, еще как. Вот такая вот интересная история вышла касаемо одного из самых могущественных трансгосударств во вселенной Сабнатика. Насколько хорошо там работать, думайте и решайте сами. Давайте наберем на этом ролике тысячу лайков, чтобы следующий получился еще лучше и вышел как можно скорей. А что вы думаете по поводу Альтерры? Пишите свои мысли в комментариях. Подписаться, к слову говоря, тоже можете. У меня тут в последнее время очень крутые ролики по вселенной выходят. На этом все. Спасибо за просмотр. С вами был канал Играриум. Всего хорошего, до новых встреч и да пребудет с вами Писклявый Пискун.